Экономические ориентиры на будущее, социальная повестка, внешняя миролюбивая позиция, послание народу и национальному собранию объединила все те ключевые принципы, которые будут в основе дальнейшей политики Беларуси. Корреспонденты агентства теленовостей разберут главные темы по пунктам в нашей новой рубрике «Послание 2019. Контекст». Моя коллега Вероника Бута сегодня затронет вопрос инклюзивного трудоустройства. В настоящее время каждый десятый житель планеты с инвалидностью. Это примерно 650 миллионов человек. Статистика неутешительна. Две трети из них, кто хотел бы работать, увы, трудоустроиться не могут. Уровень безработицы среди людей с ограниченными возможностями в некоторых странах мира достигает порой 80%. Четыре года назад Беларусь, как социально ориентированное государство, присоединилась к конвенции ООН о правах инвалидов. Взяла на себя обязательства создавать равные условия для людей с далеко неравными возможностями. Реализуется в стране госпрограмма о содействии занятости населением. На поддержку этой уязвимой категории беларусов правительство планирует направить более 2 миллиардов рублей. Много это или мало, вопросы риторические. Сегодня в нашей стране проживают около 570 тысяч людей с ограниченными возможностями. Нет, они не требуют к себе особого внимания. Они требуют равного к себе отношения. Не лишать их права на труд, на свободный выбор работы и на справедливое и благоприятное условие труда, как закреплено в нашей Конституции. Повернуться лицом к беларусам с инвалидностью, бизнес и местную власть нацелил президент, выступая с посланием народу и национальному собранию. Вырывать слова из контекста не будем. Акцент на том, что нужно помочь людям в трудоустройстве, кто хочет работать. Таких на самом деле много. Но список специальностей, где могут себя найти люди с инвалидностью, не так и широк. Швеи, лифтеры, официанты, кассиры. И дело зачастую уже не столько в их состоянии здоровья, сколько в ограниченности предложений под конкретные возможности на рынке. Спрос и предложения на такой труд изучила Анастасия Бенедесюк. Ревматоидный артрит. В молодости заболела, а в старости пришло. Не без доли иронии уже сегодня о своей болезни рассказывает Ольга Кашпур. Женщине пришлось уйти с любимой работы и переквалифицироваться. Из продавца в швею. Вспомнилось юношеское хобби. Впрочем, каких сил ей стоило отыскать вакансию под себя. Иголку в стоге сена, говорит, проще. С инвалидностью и супруг Ольги. Поэтому поиски в их семье продолжаются. Мы два инвалида. И у него опорно-двигательный, у него сомкнут сустав. Мы простояли в центре занятости два года. Каждый месяц ходили отмечаться. Нам предложили два раза работу, но работа такая ходячая. И потом нас просто сказали, не ходите сюда. Работу найти инвалиду практически невозможно. Год швейному делу профессиональному Ольга обучалась у опытных коллег. Сегодня уже самостоятельно выполняет положенную, одну на всех и здоровых тоже, норму с инвалидностью. Здесь половина коллектива. Через три месяца хорошо зарекомендовал себя. Сейчас переводят печатный цех. То есть, ну, очень доволен здесь. До июня у нас практика, потом у нас защита диплома, а потом уже будут нас трудоустраивать. Но я хотела бы сюда попасть. Тут и разнообразия, тут и работы много. Виктория, как и еще двое ее однокурсников, на предприятии сейчас на практике. Здесь заключили договор с несколькими колледжами. Укомплектовывают штат на перспективу. И сразу под себя. Уже через три месяца здесь откроют еще один цех. Производственные площади позволяют. А это плюс 10 рабочих мест. В том числе и для людей с ограниченными возможностями. Когда выгодно обеим сторонам. Одна из льгот – это льготная арендная ставка, которая довольно-таки существенная. И является очень большим подспорьем для молодых предпринимателей. Вся продукция, выпускаемая на предприятии, освобождена от налога на добавленную стоимость. Уже в ближайшее время при наличии соответствующих заказов в мастерской смогут отшивать, например, вот таких рюкзаков до 500 экземпляров. При этом куда дешевле и, безусловно, хорошего качества. Почему бы не сделать? На первый взгляд, необычное производство еще и хорошим маркетинговым ходом. А вместе с ним повысить и уровень обслуживания. Именно жалобы покупателей в свое время подтолкнули одну из торговых сетей открыть «Тихие кассы». Проекту уже больше двух лет. За это время рабочее место получили 40 человек с нарушениями слуха. Только в этом магазине сразу три «Тихие кассы». Все люди, которые приходили к нас, это было около 70 человек, все были без опыта работы в торговле, без какого-то специального торгового образования. Все они проходили у нас обучение. Они активно принимают участие в нашей профсоюзной жизни, даже конкурс профмастерства принимают активное участие. Но на сегодняшний день нам бы хотелось, чтобы это было по всей республике. Может быть, другие сети тоже заинтересуются таким проектом. Сегодня в стране зарегистрировано 568 тысяч инвалидов. 199 тысяч из них трудоспособного возраста. Найти работу по возможности смогли 60%. О том, что каждый из них готов выкладываться на 100 – очереди в магазинах. Честно говоря, первые, когда появились «Тихие кассы», покупатели реагировали по-разному. Кто-то не понимал, что означает эта табличка. Кто-то говорил, что нам выключать телефон, и кто-то просто подходил и уходил сразу. И шел как по следующей кассе. Да, у меня уже есть очень много постоянных покупателей, которые всегда улыбаются, всегда говорят какие-то приятные слова. Никаких экономических плюшек за трудоустройство людей с нарушениями слуха эта компания не получает. Создать дополнительную систему стимулирования для нанимателей требует наш президент. Особое внимание проблеме Александр Лукашенко обратил в минувшую пятницу в послании народу и национальному собранию. Основные задачи здесь две. Создать систему дополнительных стимулов для нанимателя, который трудоустраивает таких людей, и помочь найти работу конкретному человеку. Но я бы назвал еще третью. Желание нашего чиновничества, всех нас, поддержать таких людей. На побережье, на взморье особняки есть деньги за что строить, а помочь инвалиду нет. Сам таким будешь, возможно. Тем временем в Министерстве труда и соцзащиты уже анонсируют новый проект закона о социальных правах и гарантиях инвалидов. Документ находится на рассмотрении в правительстве. Предполагается введение системы квотирования. Сколько должно быть трудоустроено в организации или на предприятии людей с инвалидностью. Пока этот вопрос с нами прорабатывается, также предполагается развивать систему персонального ассистента при трудоустройстве. На рассмотрении и еще один документ о правах инвалидов и их социальной интеграции. В нем четко прописано понятие персонального ассистента. Он станет связующим звеном между службами занятости и предприятием. Уже год за бюджетные деньги такую услугу представляет Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. Планируем за три года охватить всю республику и не менее чем в 20 регионах запустить эту модель уже через социальный заказ. То есть найти ассистентов, найти неправительственные организации, которые будут готовы предоставлять эту услугу, обучить ассистентов. Персональный ассистент будет сопровождать человека с инвалидностью на работу, проводить вместе деловые переговоры. Впрочем, не мешало бы и каждому из нас быть немного ассистентом, чуть внимательнее и тактичнее. На профессиональном поприще они могут дать фору. Это наглядный пример. Инвалидность не приговора. Человеку, кто лицом к лицу столкнулся с испытаниями, нужно помочь эти испытания преодолеть и выстроить свой полноценный жизненный путь. Как это удалось сделать героем нашего сюжета. Инклюзивное общество – один из ключевых посылов послания 2019. И мы об этом рассказали, ничего не вырвав из контекста. Редактор субтитров А.Семкин